Другая история. 7 лет в одном пальто. Причем из шерсти. Это я про домашнего пса из штата Вирджиния. Что тут рассказывать? Надо на него смотреть. Бедняга просто! Вы представляете? Его зовут Лазарь и на нем 16 килограммов шерсти. Именно столько состригли ветеринары, взвешили все. Собаку нашли волонтеры приюта для животных Биг Флаффи. Он называется Биг Флаффи Дог. И 7 лет хозяева. Он не бездомный. Представляете? У него хозяева есть. И они 7 лет держали его в сарае. Естественно, не расчесывали, не стригли. После того, как волонтеры к нему проявили внимание и заботу, посмотрите, как он изменился. Вообще не узнать. Там какой-то такой старый пес, а здесь, пожалуйста, практически щенок. Из огромного комка шерсти он превратился в такого симпатичного очень даже песика. Сейчас собака ждет нового своего хозяина в питомнике. Заодно учится заново бегать и ходить. Ну вот представьте, 7 лет, 16 килограммов спутанной шерсти. Конечно же, с мышцами и суставами после этого у бедняги большие проблемы. В остальном вообще он чувствует себя в порядке, чувствует себя здоровым. Осталось только подтянуть немножко форму и научиться заново бегать. А помните вот это чудо-юдо? Фотография собаки из Чикаго пару лет назад облетела в весь интернет. Поначалу ветеринары даже не поняли, что перед ними. Собака, куча мусора, какое-то животное непонятное. Вот все, что было сверху, вот это вот пальто шерстяное, больше килограмма весило. А сам вот этот малыш, представляете, он тоже не тяжелее килограмма-то. Его подобрали, обогрели активисты зоозащитной организации, уже другой, Триоанимал Фундейшн. Дали ему кличку. У него не было хозяев, в отличие от Лазаря. Назвали собаку Элен. Она быстро забыла, что пережила. Помогли новые хозяева. Для нее они практически сразу же нашлись. Вот такие истории счастливые. Субтитры создавал DimaTorzok